Жена заладила, купи дачу да купи, мол на пенсию уже, надо из девятиэтажки спускаться поближе к земле. Долго мы искали подходящее место, искалесили свою область и две соседние. Сперва была даже мысль купить участок и построить дом самим, но подумав решили, что мы уже не молоды, стройка может затянуться, а жене уже не терпелось обрабатывать грядки и сажать цветы. Вскоре мы все-таки нашли дом, который понравился нам обоим и деревня была чудесная, то что надо, кругом тишина, леса заповедная и небольшая речушка. А главное от города недалеко и все есть, магазин, почта, медпункт и даже сотовая связь работала. Купили мы таки этот дом в деревне. Продавала его молодая пара, мол родителям дача не нужна, своя есть, а бабушка вот умерла год назад. Дом простоял все это время закрытый. После смерти бабушки никто в дом не наведывался, только вот продать приехали. Спрашиваем, забирать будете вещи? А они в ответ, зачем нам этот хлам? Главное мы иконы старинные забрали, а остальное не имеет никакой ценности, так что можете все выкинуть на помойку. Жена моя посмотрела на стены, где светлели квадратики от икон и спрашивает, а фотографии что ж не взяли? Это же история вашего рода, летопись семьи. Внучка рукой махнула, что мне их еще прикажете в моем евроремонте по квартире развесить. Со стен деревенской избы смотрели на нас женщины, мужчины и дети, целая династия. Раньше в деревенских избах любили стены фотографиями украшать, а для нас жену эти выцвевшие снимки настолько ценные, что если бы стоял выбор, что забирать старинные иконы или фото отца с мамой в подвенечном платье, то я бы несомненно забрал фотографии. А тут их не просто одиноко оставили на стене в альбомах, но и цинично записали в хлам и готовы были вынести на помойку. Хорошо хоть чужими руками, а не своими собственными. Да ладно, бог им судья. После покупки мы принялись за уборку. Дом был хороший, крепкий, добротный и очень теплый. Построен по уму и с любовью. Строил его муж хозяйки, это мы потом от соседей узнали, а он был первоклассный плотник. Так что повезло нам. Решили мы с супругой освежить обои в комнатах. Жена нашла на чердаке старый дорожный чемодан с металлическими уголками и бережно сняла со стен выцвевшие фотографии. Вытащила из комода несколько пачек писем, аккуратно перевязанных бечевкой, упаковала их и спрятала в чемодан. У нее рука не поднялась выкинуть вещи этой женщины, которая жила для своих детей и внуков, а они ее просто бросили. Писем было много, от мужа с фронта, от сестер и братьев, а в письмах целая история, в них вся ее жизнь, переживания и любовь. Раньше ведь люди писали друг другу, всю душу вкладывали в письмо, а не посылали, как сейчас дежурные смайлики. Письма меня очень заинтересовали, ведь в прошлом я был военным спецкором, бывал в Афганистане, Анголе и Чечне, но больше всего меня потрясли письма самой хозяйки дома. Я не выдержал, прочитал несколько штук и удивился. Я понял, что эта женщина сначала писала письма и отправляла, но ответа не получала, а потом перестала отправлять, и они аккуратной стопочкой лежали в шкатулке. Я решил позвонить сыну женщины, может он заберет письма матери, раз внучке они не нужны. Через внучку узнали телефон и услышали бодрый мужской голос. Ой, да выкиньте вы все, она нам эти письма пачками слала, мы даже не читали в последнее время. Ей делать там нечего было, вот она и развлекалась. Я попробовал возразить, что мама ваша, видимо, надеялась, что после ее смерти вы все же их прочитаете, ведь в них про годы жизни в войну, про ее родителей, бабушек и дедушек. Она пересказывала то, что ей поведала ее бабушка, чтобы не умерли семейные ценности, чтобы помнили. Как выкинуть такое? Сын недослушал моих речей и бросил трубку. Я счел это тем фактом, что теперь эти письма мои и засел за чтение. Несколько вечеров я провел, разбирая пожелтевшие конверты. Одна история меня заинтересовала, вот теперь расскажу ее вам. Судя по письмам, Варвара Степановна была женщиной редкой душевной красоты и доброты. Родилась и выросла она в этой самой деревне. Здесь прошли ее детство и молодость. Здесь она вышла замуж, здесь родились ее дети. Дети выросли и разлетелись, а любимый муж умер несколько лет назад. Муж всю жизнь проработал егерем и очень любил всяких животных. Варвара Степановна всегда поддерживала мужа и тоже любила животных. Она часто смеялась и говорила, что мы живем в настоящем зверинце, кого у нас только не было. В клетках жили ежики, зайцы и другие зверьки, которых муж Варвары Степановны приносил из леса. Они всегда очень заботливо относились к каждому из четвероногих питомцев, никогда их не обижали, кормили, всегда ухаживали за ними. Животные обычно быстро привыкали и становились почти ручными. Когда мужа не стало, она еще какое-то время жила с покалеченными зверюшками, которых он подобрал в лесу. Но со временем ее дом окончательно опустел, и женщина осталась в полном одиночестве. Но она по-прежнему сажала огород и ходила в лес по грибы и ягоды. А потом закатывала банки с вареньями и соленьями и бережно хранила их в погребе, все ждала детей и внуков. Как-то раз, бродя по лесу в поисках грибов, она вышла на поляну, где стоял старый ржавый автомобиль, давно брошенный в лесу. Она хорошо знала это место, оно было неким ориентиром для грибников, значит, до деревни уже недалеко. Решила передохнуть и возвращаться домой. Вдруг совсем рядом кто-то жалобно заскулил. Женщина напряглась и стала искать глазами, кто же это может быть. Она увидела в кабине машины небольшое странное существо. Это был детеныш, но чей она сперва даже не смогла понять. Приглядевшись, Варвара определила, что это лисенок. Зверек отчаянно звал на помощь. Его задняя лапка провалилась в небольшую дырку в пол. Застряло и любое движение причиняло ему нестерпимую боль. Малыш был в ловушке, как в капкане. Скорее всего, лисенок исследовал это старое ржавое железо. Попал лапами в отверстие, начал рваться и провалился еще больше. Варвара бросилась животному на помощь, но не тут-то было. Малыш начал царапаться и пытался укусить Варвару Степановну за палец. Ей не очень хотелось быть искусанной и поцарапанной. Она накрыла его своей телогрейкой, чтобы он не кусался и с трудом освободила его лапку из плена. Сколько лисенок пробыл в таком состоянии, неизвестно. Нужно было что-то решать с его дальнейшей судьбой. Понятно было, что такого малыша нельзя отпускать в лес одного. Пришлось забрать его с собой. Поэтому она сняла с головы платок, завернула в него лисенка и поспешила домой по лесной тропинке. Только добром и лаской можно приручить к себе животное, так ее учили родители. А потом она сама учила этому своих детей. Да вот только дети урок не усвоили. Дома лисенок продолжал рычать, а Варвара Степановна начала с ним разговаривать, спокойно-ласково, часто произнося слова. «Мой хороший, не бойся, все будет хорошо, я тебя вылечу, мне не впервой». Лисенок напрягся, но агрессии уже не проявлял. То ли он понял, что помощь близка, то ли смирился и доверился человеку. Женщина придвинулась ближе. Звереныш, перестав рычать, следил внимательно за ее руками. Она осторожно прикоснулась к раненой лапке, готовая в любой момент отдернуть руку. Через какое-то время рычание начало утихать, животное понемногу успокаивалось. В конце концов удалось с трудом обработать его раны. Варвара поселила лисенка в просторную клетку прямо в доме. Малыш немного успокоился и положил голову на мягкую подстилку. Он тяжело дышал, видно измучился совсем. Так и стали жить с тех пор вместе лиса Фаина и пенсионерка Варвара Степановна. Животное заменило женщине всех, семью детей и внуков, которые отказались от своей родственницы еще при жизни. Только она одна скрашивала ее последние годы жизни. А когда женщина умерла, лису никто не нашел, как будто ее и не было вовсе.